добрый вечер друзья письмецов рассмотрите мою ситуацию заранее спасибо мне 30 лет жене 28 сыну три года в июле-августе 2017 собираемся в сша по турвизе с последующей подачи на политику изначально я хотел поехать в калифорнию с целью завладеть профессии тестировщик через вашу школу но на данный момент английского языка на уровне понимания или адекватного говорения нет решил поехать во флориду так сказать дождаться разрешения и подтянуть язык денег у меня ровно на 6 7 месяцев проживания даже без работы многие мне говорят что если я поеду во флорида то там и останусь и потом выбраться будет намного тяжелее и советуют ехать сразу в калифорнию я же думаю что калифорния съест мой бюджет в два раза быстрее чем флорида учиться я к вам пойти без языка не могу и теперь чем ближе к выезду тем я напряжение какой же путь выбрать как бы вы поступили еще раз спасибо за внимание к моему вопросу роман россия ну что друзья давайте по порядку первая мысль была о том что вот куда приехал там увяз и не доедешь потом до того места до которого хотел доехать этот тезис как бы сказать не абсолютный но в реальном мире есть такое то есть затягивает место и не только место но вообще затягивает вот я знал одного дядьку хорошего он пришел к нам когда-то учиться давно многом может быть 20 лет назад учился там стал потом работал хорошо все было он был журналистом до этого с украины и как-то вот так он там не знаю надо было жить время было не такое как час отличалась в общем самое начало 90 и он знаю что он чего-то высокого хочет в принципе так выучиться там еще как-то но он пошел пока в такси подработать пока это пока у него заняло семь лет он семь лет работал в такси а такси чем хорошо можно жить на эти деньги тут но ты много работаешь и на другое у тебя мало чего остается то есть вот ты вроде работаешь работать и отказаться трудно потому что вроде так жить можно и нету сил на то чтобы еще чем-то заняться вот переучиться и тогда это есть такая вот непростая комбинация а у тебя там семья дети там надо как-то ну сами понимаете поэтому затягивает не исключительно скажем флорида или там какая-то конкретная местность вообще надо понимать что если какая-то цель там большая есть то ты имеешь риск как бы затянуться куда-то хотя с другой стороны если у тебя есть конкретная цель то такого риска меньше если у тебя цель в целом в целом заниматься чем-нибудь интеллигент неньким вот так сказать инженер неньким каким-то там я не знаю менеджерским чем-то таким то конечно это не то же самое что сказать я хочу быть вот там там конкретно там тестировать программное обеспечение где уже конкретно где понятно как в общем-то или так или так или так есть какие-то пути и вперед значит это один аспект поэтому да и это имеет место да это не обязательно относится именно к вам еще от человека сильно зависит следующий момент вот какой тестировщик например в во флориде живет относительно калифорнийского намного лучше с точки зрения денежки которые он зарабатывает не по сумме как бы а по уровню жизни на по качеству жизни скажем тестировщик который зарабатывает 120 тысяч тут в кремниевой долине может себе позволить меньше чем допустим тот который во флориде получает 60 тысяч например вот поэтому может быть ему и не надо в калифорнию то есть может быть мечта какая-то завиральная вот ребенок у них три года может может им еще деточку захочется может быть две деточки захочется во флориде один их будет прекрасно там содержать и в калифорнии если калифорнии вот кремниевая долина вот тут да так он не выживет такое мое понимание то есть не обязательно вот прямо так надо теперь если они хотят подавать на политику то надо находиться в таком месте где как бы шансы получить было какое благоволение со стороны суда судьи там судей системы где шансы повыше есть такие места где на политическое убежище смотрит судья с удивлением а есть такие где поток идет толпище идет и там в целом статистика хорошая такая благоприятная поэтому мое понимание флориды такое что там вроде место нормальное в целом может быть там не так либеральный как скажем сан-франциском тут отделение но достаточно достаточно неплохо все вот теперь с точки зрения денежки которая у него есть это если у него есть денег на полгода это не повод их потратить знаете значит денежку надо беречь надо работать где ему легче работать первую работу найти такую нелегальную и так далее можно сказать ну вот допустим во флориде мы знаем что во флориде много нелегальной работы там большой туристический бизнес там полным полно кешевых бизнесов то есть там ресторанчики отельчики мотыльчики там вот этого много 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 и ты никого не удивишь тем что ты хочешь там нелегально подработать и это правда это конечно не сакраменто я почему сравниваю с сакраменто потому что сакраменто стоимость жизни наверное так ну если не такая же как там где-нибудь я не знаю в орландо или там майами то примерно это однопорядковые вещи то есть это недорогое место это не то что вот ты спустил свои там сбережения за три месяца или спустил их за шесть вот то есть в сакраменто они спускаются с той же скоростью с которой они спускаются где-нибудь во флориде но насколько легче там найти работу понимаете все таки в сакраменто если работа нелегальная то где это ну настройки например до нас здесь за может настройки не может как там чего но настройки да вот а допустим рестораны магазины гостиницы и так далее там такого нет мощного ну напора вот этого энергию этой вот бизнес-энергии как например есть там по флориде поэтому и то и другое в общем-то заслуживает рассмотрение но он должен спросить себя чем он собирается заниматься как нелегально работающий человек и если калифорния в целом его тянет он может находиться там сакраменто он будет относиться к сан-францискому офису иммиграционному и как бы все довольно так сказать нормально вот но я честно я не вижу никаких проблем с с флоридой правда вот кроме того у нас больше не больше да у нас больше народу учится в онлайновом классе чем например у нас их учится в ну здесь на кемпусе в классах наших обычных другое дело что в онлайновых классах в силу вот этой онлайн новости с одной стороны в силу того что она стоит существенно дешевле с другой уровень мотивации конечно не такой высокий и поэтому народ не не безумно как бы активно там начинает искать работу и так далее но ищет и находит и в общем но не то что если ему действительно хочется если вот действительно он мотивированный так что такое мы не надо приезжать калифорнию но ну нашел бы там себе работу ну то есть я понимаю что когда человек план какой-то строит но этот план неожиданно или ожидание обрастает какими-то деталями очень конкретными при том что в общем-то жизнь этой конкретики не требует то есть план хорош может быть был бы и в довольно общих чертах а уже конкретика например конкретно вела бы его туда где ну во первых конечно нормально получать политическое убежище где может быть есть ребят знакомые с которыми можно было бы там как-то тусоваться там который может помогли там первое время как-то посадь посадь действовали прямо или косвенно там где есть там где есть человеческий более имею климат в их понимании что для них человеческое что они нормально могут там существовать там где есть какая-то русская жизнь если русскоязычная да если им нужна русскоязычная или там украина язычная или там я не знаю мусульманская ну какая-то жизнь частью которой они являются и без которой им плохо некомфортно поэтому очень очень много факторов и для разных людей это разные факторы поэтому что тут сказать я не думаю что мы вот в этом разговоре вышли куда-то кардинально за рамки если не очевидного то почти очевидного ну ну что тут такого вот но просто когда человек в поиске когда он в раздумьях когда у него туда или сюда и вдруг он где-то слышит одни аргументы и другие аргументы и получается что вещи второстепенные третьестепенные вдруг выходит на общую картинку и становятся не менее важными чем первостепенная первостепенная куда-то уходят и вот разваливается вот это вот иерархия целей и получается черт что так что что сказать значит я бы на его месте совершенно спокойно бы ехал во флориду то есть у меня очень хорошее отношение к флориде и работы много и расходы небольшие и в общем-то и погода ничего я не там северная часть там джексон вилл какой-то там мне ребят которые там живут рассказать что там насекомые летают и как-то все это не камильфо короче и вот скажем майами это же шикарное курортное место понимаете даже не знаю вот если они поехали в какой-то маленький такой ну как сказать мегаполис такой маленький ну типа там там по какая-нибудь вот там по на есть там потом нет такой бурные туристической жизни как есть майами это вот майами форт лаудер д вот эта вот часть там там интенсивно там много всего происходит я считаю нормально совершенно нормально ехать во флориду риска того что он там застрянет я особо не вижу если у него есть цель работать войти работать в тестировании вот чем-то таким заниматься не никакого риска застревания у него нет он может работать войти во флориде а может уехать куда-то скажет себя хрен с ним зачем мне нужен дом нормальный там все дела поеду такое место где дом никогда не смогу себе купить конечно можно уехать давай пожалуйста можно тут поселиться день платить за студию столько сколько там платишь там за дом с тремя спальнями конечно можно и так тоже но зачем так что вот такое размышление у меня после прочтения этого письма так что ребята давайте мы закончим вот захем приехал начал жизнь легализовался пошел дальше это как вот несколько жизней прожить третий этап и ни один из этих этапов не предопределяет следующий и последующий Значит, решил задачу, перешел к следующей, перешел к следующей, перешел к следующей Бывает, что переход к следующей задаче требует переезда с места на место Ну, бывает, значит, переехали А если нет такой задачи, так и может переезжать не надо Поэтому я бы не брал в голову сильно Вот сказал бы, я решаю первую задачу Легализация, выучить язык, освоиться на местности Дальше будем решать Вот он сегодня хочет быть тестером, а пройдет там, не знаю, 3-4 месяца Может оказаться, что он где-нибудь там будет работать, я не знаю, на складе каком-то Мебельном, ну, к примеру И вдруг он поймет вот этот мебельный бизнес, ему захочется этим заниматься Он там, не знаю, выкупит там половину этого бизнеса и будет партнером Никто не знает Ну, что же мы можем так сказать Разве я когда-то знал, что я буду в какое-то учебное заведение там И чтобы я еще там владел, понимаете, там не то, чтобы вот там пришел, отчитал свои часы, получил деньги и ушел А чтобы вот весь этот кавардак на свою голову Разве я когда-то об этом думал? Ну, вышло так Поэтому доверяем свою, так сказать, судьбу проведению, а она лучше знает, куда нас и чего И вот еще раз, этап 1, этап 2, этап 3 Решаем этап номер 1 Остальные разберемся, не пропадем Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин